Дорогие друзья, с вами Николай Николаевич Перч, профессор философии йога и медитации, доктор, фельдшер и так далее. В ведической традиции я Шамбу Анан, поэтому иногда, если вы будете в наших краях, в Индоре, в Индии, можете спрашивать Шамбу Анан. Сейчас я в Нью-Йорке, но я думаю ненадолго. Друзья мои, мы изучаем с вами внутренности человека, не в плане каких-то там кишок и потрошок, а в плане того, в плане начал, что в тебе вечного, что в тебе начало, есть ли в тебе что-то, что от Творца, что будет продолжаться вечно, какие-то способности. Да, а есть, это твоя та самая душа, о которой говорит Платон, это твоя потенциальная способность познавать мир, делать, производить так называемую сознательную деятельность, в своем уме, в своем разуме двигать там какие-то объекты. У тебя существует страстное такое начало, которое выражается в том, что ты, как и все люди вокруг тебя, да как и все животные, испытываешь чувства, испытываешь какие-то ощущения, благодаря развитой у тебя твоем теле, твоей нервной какой-то системе. И в тебе существует еще также некое яростное начало, то самое невидимое дух, некий такой святой дух, потому что он невидим при вскрытиях, он невидим докторам при МРА-исследовании, МРТ-исследовании или при ультразвуке. Невидимое что-то, если мозг мы можем достать и увидеть, о, вот это ум, тут это разумное начало, а вот это вот нервы, это страстное начало, то силу воли мы не можем найти. Это некий такой святой дух, некая такая штука, которая скорее всего имеет человек и еще всего лишь несколько животных, допустим, там способность удерживать мочу умеет кто? Собака, кот, еноты, как оказалось, я не знал, там еще там пару животных прикольных, которые там оказывается живут рядом с человека. И как только человек закрывает глаза и обращает свой взор внутрь себя, ограничивает свое движение, становится таким тапошвином, обездвиживателем самого себя, у него есть несколько мест, куда он может сосредоточить свою концентрацию. Это ум, это твои чувства и это твоя сила воли. И все то же самое, о чем говорят древние философы, все то же самое говорит современная наука о том, что она говорит, что твое познавание мира может быть благодаря чувствам, благодаря твоему майнд и благодаря твоему разуму или вот этому чему-то. Скорее всего, мы говорим, что это святой дух, что позволяет тебе получать идеи, получает тебе идеи, чувствовать справедливость и становиться тем самым сумасшедшим йогином, который там бьется за свою страну, как матроса. Вот матросов с точки зрения, допустим, ведической культуры, он классический герой, это классические йоги, которые ради своих товарищей жертвуют своей жизнью для того, чтобы остановить что-то, что является несправедливым. И именно такое описание, между прочим, для кто такие йоги и дается в Махабхарате и так далее, и так далее. Вот и как современная наука все это видит. Мы сейчас с вами, ребятки, оправляемся, чтобы все это узнать. А пока давайте подведем итоги, что мы знаем по поводу нашего города с 12 воротами, да, что у нас там происходит, что у нас там творится. Давайте-ка, господи, я хочу найти же подходящий этот самый, вот, значит, что у нас по поводу нашего города с 11 воротами. Прежде чем мы туда отправимся, мы еще должны сделать несколько набросков по поводу, ну, по поводу вообще нашего воображения еще, да. Мы говорим о том, что наше воображение, вернее, наша наука современная, то есть вот все, что мы говорим о трех частях души или о трех способностях познавать мир через человека, через человеческие там какие-то внутренние способности, вот, все это очень похоже, за исключением самого главного вопроса, который тревожит людей из древних-древних там каких-то вещей. То есть способен ли человек, способны ли наши чувства, способны ли наше воображение влиять на нашу реальность? Да, господи, что это такое? Влиять на нашу реальность. И вот Самуэль Джонсон сказал, что воображение никак не влияет на мои чувства. Если кто-то помнит, что там Самуэль Джонсон пнул камень и сказал, что если бы это был воображаемый камень, мне бы не было больно. Камень настоящий, невоображаемый причиняет боль. Наше воображение отделено абсолютно от наших органов чувств. И вот религиозный самый большой вопрос, это не значит там, а веришь ты в Бога? А верите ли вы там в хлутку или еще что-то? Главный удивительный вопрос, который мы должны задавать себе при встрече. Здравствуйте, здравствуйте. А верите ли вы, что ваше воображение, созданное у вас там где-то в голове, влияет на ваши органы чувств, а соответственно на актуальность, на нашу реальность вокруг нас? Может ли из моих там сочных уж совсем воображений постучаться там почтальон и в щелочку мне передать из моего воображения нечто что-то, что может на меня аукнуться? И вот этот человек Самуэл Джонсон с тысячу, мы там где-то в 1750 году, наша наука застарелая, заскрузлая, понимаете, вдруг сказала, воображение не влияет на актуальность, на нашу реальность. И все, и мы просто как ослы какие-то стоим уже на дворе 2020 год, мы научились там реальность, мы понимаем прекрасно, этот человек Самуэл Джонсон, он даже не представлял себе, что существует компьютер и что можно делать с компьютерными играми. Все равно вот мы долдычим и долдычим, что воображение никак не влияет на нашу реальность. А между прочим, ответ очень простой, воображение, конечно же, влияет на нашу реальность, конечно же, влияет. И первыми людьми, которыми об этом, вот, потому что наш главный вопрос, не религиозен ты, веришь ли ты в кутху там или в макаронного монстра, а веришь ли ты в то, что воображение не влияет на реальность. Если человек говорит, не, я думаю, что мое воображение на мою реальность не влияет, это означает только одно, это означает, что человек, который будет теперь рядом с тобой работать, он не стесняясь говорит, а, это значит, что я могу у себя в воображении строить какие-то эротические фантазии с тобой, со сослуживцем. И именно вот так вот и задается вопрос в Америке, там, при приеме на работу, вы верите, а вы верующий? Ты когда-то говоришь, да, все успокаиваются, потому что это не значит, что ты там верующий и периодически вместе со всеми ты будешь там, а-а-а, биться в конвульсиях раз в час в этом офисе во славу Иисуса или еще что-то. Нет, это значит, что у тебя существуют некие моральные рамки и значит, что ты там не будешь сидя на работе фантазировать обо мне у себя там в своем воображариуме. Так вот, конечно же, влияние нашего воображения на нашу реальность абсолютно удивительно доказано еще в Древнем Египте. Это эрекция. Эрекция. И если мы посмотрим близко, ребята, на то, что происходит в процессе эротических фантазий в любой голове, мужской или женской, то можно просто офигеть от того, что там происходит. Твое просто желание начать создавать в своем третьем глазе воображение своего ума некие эротические фантазии приводит к тому, что у тебя в твоей крови, там, в кровь начинают выжиматься огромное количество гормонов. Хормонов меняется глубина, частота твоего дыхания, поднимается давление, поднимается, что только там не поднимается. Понимаешь? И не об этом ли напоминает нам лингам, шивлингам о том, что гей-гей-гей, ребята, оно влияет на нам, реальность на самом деле влияет на мое воображение, вернее, влияет на мою реальность. И возникает теперь другой вопрос. Если я могу вот такое влияние, влияние моих эротических фантазий на мое тело увидеть, понимаешь, то не означает ли это и то, что существуют не так быстро протекающие физиологические процессы в моем теле, которые я не могу увидеть, но они так же и текут. Если я, допустим, буду завидовать кому-то, или если я буду думать эротические фантазии о жене моего брата, или еще что-то, может быть, это тоже влияет как-то, влияет на глубину и частоту моего дыхания, влияет на то, что у меня там поднимается или опускается давление, сахар, что-то, что-то. Изучает ли это кто-то? Нет, ребята мои, это никто не изучает, хотя наша же наука и говорит нам, что у нас существует огромное количество заболеваний, связанных с нашей мозговой деятельностью. Первое из которых что? Воображение. И говоря о религиозных каких-то вещах, глядя вот теперь через такую концепцию, через египетскую, греческую концепцию каких-то предохранительных загонов, каких-то предупреждений от древнего мира для нас с вами. Эй, ребята, вы же там не убивайте, почитайте отца и мать. Неужели это не означает, что мы должны прекратить почитать отца-мать и не убивать не только вот здесь вот в моей актуальности, но и также внутри моего воображения? Или существуют люди, которые пока ты на них смотришь, они почитают своего отца-мать и говорят, ну хорошо, ладно, хорошо, пять, ты уходишь, и они садятся и начинают в своем воображении там отца и мать распиливать что-ли, пилами или что-ли, не убивай. Что это означает? Это означает, что ты снаружи такой ходишь там, не-не-не, а внутри ты там расчлененкой можешь себе позволить баловаться внутри своего головы. Не прелюбодействуй, не воруй. Твое воровство начинается же не с того момента, как ты и шел, и шел, оп, и схватил кошелек, ну я вообще ничего не понимаю, как он. Нет, твое воровство начинается вначале с того, что ты строишь планы, а планы строятся где? В твоем воображении. Перестань, контролируй свое воображение, не желай, не придумывай у себя в своем воображении дома близкого тебе человека, не желай жены, там, раба какого-то, там, осла и так далее. И тут теперь мы, глядя вот с этой точки зрения на древние книги, мы вдруг видим в них не какие-то там, значит, для, какие-то там оковы для трудящихся, оковы для вновосвободившейся буржуазии, которая там делает всех там стадом. Нет, нет, ребят, это абсолютно бесплатные, очень простые советы, как продлить твою вэлбин, как продлить свою жизнь, не прелюбодействовать, не убивай, почитай маму, папу и контролируй свою воображалку. И с одной стороны мы видим, что мы все говорим об одном и том же, потому что, вот смотри, психосоматическая медицина, есть медицина, которая говорит, мы уже часть повседневной медицины, психосоматическая медицина. У нас есть психосоматические заболевания, огромная куча заболеваний, которые выделяются, выделяются современной медициной, при том, что в древнем еще Египте, древние египтяне еще знали. Холисевен, так называемая святая семерка древнего Египта, семь заболеваний, которые древние египтяне знали, связаны с моей воображалкой, связаны с моей неспособностью контролировать свое поведение, связаны с моей неспособностью обуздать свое воображение, свой воображариум. Это бронхиальная астма, калит, гипертония, нейродермиты и язвенная болезнь желудка и ревматорийный артрит, ребята мои. Смотрите, древние египтяне оставили нам удивительное просто философию. Какое это отношение имеет вообще к какой-либо религии? Какое это отношение? Никакое, ребята. Просто наша сейчас цивилизация, ты, я, он, она, все мы ограничены капиталистом от времени, которое ты можешь провести, сидя в медитации и изучая это все, понимаешь, внутри самого себя. Потому что все, что мы изучаем, это твои внутренние, твое я. Вот сейчас здесь уже и аллергии, и кожные заболевания, и радикулиты, и ишемические болезни, сахарные диабеты, туру-туру-туру-туру-туру-туру-туру. Это все сейчас огромные заболевания, группы просто заболеваний, которые современная наука пытается лечить когнитивно-поведенческой терапией. Типа, ну, приучитесь справляться, приучитесь жить с болью, приучитесь жить там с чем-то, выпейте таблетку. Вот как когнитивно-поведенческая терапия сейчас направлена на то, чтобы помочь человеку. Вместо того, чтобы взять его по башке, стухнуть и сказать, контролируй свою воображалку. Твоя воображалка – это проекция твоей души. В тебе есть что-то, нечто, что способно перекроить, да, прояви силу волюшки, понимаешь. Прежде чем ты о чем-то думаешь, подумай, будет ли то, что ты делаешь, влиять потом на реальность вокруг тебя, да и на тебя самого в первую очередь. Вот еще что я хотел вам рассказать. Очень, конечно, грустно, ребята, что наши воображения, которые существуют, и вот процессы нашего познавания недоступны обычному человеку. В чем трагедия современной цивилизации, что происходит? Происходят очень простые вещи. Человек лишен возможностей заглянуть внутрь себя. Государства, любые организации у нас нет просто мест, куда человек мог бы приехать и погрузить себя в семидневный какой-то там бездвигательный резорт какой-то, понимаете. Где все это человек мог бы сам изучить и сам понять, просто сидя без движения некоторое какое-то время. И посмотрите, что происходит в странах, которые мы называем вот яростно капиталистические, да, которые построены на вот этой молотиловке, когда работаешь много, а мы тебе много заплатим. Америка. В Америке нет абсолютно защищенных государством, предоставляемых капиталистам человеку дней отпуска. Если в России где-то, которая там, ой, она такая, там еще там будет долго развиваться. У людей 30 дней отпуска, потом там 2 недели, посчитайте, сколько дней в году в России человек не работает. И посмотрите, сколько дней в году американец не работает. Ребята, это просто в Америке у тебя 10 дней вообще всех отпусков на целый год. Привет. Видите, да? Вот в чем большой секрет. Вот капиталист не дает возможность человеку разобраться, что у него там внутри. Потому что у него за способности-то такие внутри у него есть. Что это за способность, которая отличает фантазию одну реализовать, а другую не реализовать. Об одной рассказать, об другой фантазии не рассказать. Кто решает, реализовать ли это ваше воображение или реализовать. Реализовать идею, которую ты получаешь. Не реализовать. Работа. Поняли, да, о чем речь? И теперь давайте мы отправимся к вашему придуманному вами вот этому городу с 11 воротами. И первое, что мы уже продолжаем отвечать, это существует. Оно, в нем есть суть. Каждая штука отличается от другой. Ты можешь сказать, что это сделано это. Ты можешь сказать, что это другого цвета. Ты можешь сказать консистенцию того, что ты создал. Каждое что-то отличается друг от друга. В каждом есть суть. Мы говорили о том, что тебе нужно провести вот такой эксперимент, остановиться, то есть сидеть, придумывать, придумывать, придумывать город, придумать его, населить его живыми существами, а после этого перестать думать. А потом через какое-то время вернуться и посмотреть, что там происходит. И вот смотри, ты, как и все люди, которые занимаются вот таком видом медитации, конечно, в шоке от того, что придуманный твой мир, когда ты на него не смотришь, когда ты его не контролируешь, когда ты не принимаешь участие в продолжении творения, он уже живет без тебя. Когда ты отвернулся, а оно там живет себе, не останавливается по тем законам, которые ты пнул, ты придумал это все, ты запустил это все. И оно дальше уже продолжает существовать в твоем вот в этом воображариуме. Идивительные вопросы, которые мы сейчас должны начинать задавать о том, что, а где все это происходит? И люди, которые живут сейчас у тебя в твоем воображении, и животные, и все предметы обихода, и дома, и стены, можешь ли ты сейчас в своем воображении провести вот ту самую классификацию, о которой мы говорили с самого начала, об арестовской вот этой вот классификации, когда мы задавали вопросом очень простым, является ли придуманный твой мир, а мир твой придуманный, он актуальный, он постоянно двигается. Ты создал что-то, присутствуешь ты там, не присутствуешь ты в своем воображении, которое в этом городе, оно уже актуально, оно двигается, оно уже существует, существует и существует и существует. Так вот, в этом актуальном мире, в твоем воображении, ты же сможешь разделить вот то, что ты придумал, на то, что обладает интеллектом, и то, что не обладает. Понимаю? Правильно, да? И то, что обладает интеллектом, или душой, или то, что одушевлено все живое, что в твоем воображении сейчас существует, что оно имеет от тебя, да? Ведь все, что создано тобою, город, дома, все-все-все, оно все, это все часть тебя какая-то, да? Но живые существа, то, что обладает живостью, то, что обладает интеллектом, оно еще что-то имеет внутри себя от тебя. Что это такое? И, конечно же, посмотри, кто творец. Ты, 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 ты творец. Ты творец своего воображения. Ты творец этого удивительного мира, который мы еще не понимаем, где находится. Этого мира, который ты пнул, и он начал распускаться, он двигается, он живет. Кто-то там доит, там плачут дети уже, там бегают, там уже начинает расти виноград. Посмотри на свой мир, посмотри на него, насколько он прекрасен, насколько удивительно. И чем больше и дольше ты сидишь, и чем больше ты создаешь город с 11 воротами, тем больше у тебя вопросов, и тем больше удивительных открытий тебя ждет. Потому что тебя сегодня ждет вот такое домашнее задание. Ты должен создать отдельную семью, где-то ее в городе поселить и придумать имена, фамилии. Имена, фамилии. Люди, так значит, фамилии, имена, работа, биографию всю придумать. И 8 характеристик на каждого придумать в голове. Ну, понятно, наша задача, мы теперь из всей вот этой вот населения города, вот, мы теперь создаем одну семью какую-то и селимся в своем воображении в их дом. И в этом доме создаем дом. Ну, это взаимодействие этих людей между собой. И завтра поговорим, ребята мои, о том, что там происходит, кто эти люди, люди вы кто. И я вас не звал. Увидимся завтра. Пока.